Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы подобрались к торговой сессии среды, когда изначально ориентировались на значимые макроэкономические отчеты и рассчитывали на то, что именно эта статистика станет источником достаточного давления на курс американского доллара. Ну, судя по тому, что произошло накануне, мы видим то, что американская валюта и без дополнительной поддержки в виде макроэкономических данных оказалась на более низких ценовых уровнях. И если касаться темы того, где сейчас торгуется индекс доллара, то это уже минимальные значения с августа. И, друзья, я думаю то, что это еще не предел. В ближайшей торговой сессии этот прессинг, который сейчас оказывается на американскую валюту, только усилится, и мы, соответственно, останем еще ближе к нашей советной долгосрочной цели в районе 100 пунктов ровно. Ну, давайте по порядку. Сегодня на повестке экономического календаря ждем годовые данные по УВП США в 13.30 по GMT. В то же самое время выйдет еще индекс расходов на личное потребление, который считается наиболее предпочтительным индикатором для Федрезерва оценки показателя инфляции. Ну, то есть можно сказать то, что сегодняшние данные по индексу расходов на личное потребление, в принципе, можно будет интерпретировать как еще один показатель по уровню инфляционного давления. Далее в 15.05 ждем воздупления главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, думаю, будет придерживаться прежней жесткой риторики о том, что уместно сохранять ставки на высоких уровнях, что некоторое время назад, буквально пару недель назад, оказало поддержку британской валюте. Если будет такой же сценарий сегодняшнего поведения фунта, то мы можем увидеть фунт и пару фунт-доллар выше данных уровней, на которых она торгуется 1.2710 и попробовать уже зацепиться за следующий целевой ориентир на отметке 1.28. И также сегодня будет еще отчет по запасам нефти США в 15.30 по GMT. Хотя, честно говоря, думаю, что трейдеры уже больше ориентируются на заседание ОПЕК, которое состоится в этот четверг. И какой-то фунт прочий, который связан с оценкой текущей ситуации на рынке нефти, уже не имеет особого значения, потому что от того, что решит ОПЕК, уже будет зависеть дальнейшая динамика. Именно ОПЕК расставит все точки над «и», покажет нам актуальные показатели по спросу и предложению и притужит свою оценку стабилизации рынка углеводородов. Индекс доллара 102.52. Давление на доллар оказывают отчет. Мы о них уже ранее говорили. Это слабый релиз по рынку недвижимости. Это слабые данные по индексу активности промышленных секторов, которые тянутся с конца прошлой недели. Вчера ждали выступления представителей Федрезерва, Воллера и Бомана. Поскольку мы видим уже доллар на более низких ценовых уровнях, я думаю, что просто логически рассуждаем, можно сказать, что риторика явно не имела ничего общего с жестким настроем Федрезерва. Это действительно так, потому что если объединить все тезисы, которые были озвучены, общие идеи, то она в следующем, что если инфляция снижается, то нет причин повышать ключевую процентную ставку. Поспорить с этим невозможно. И да, при всем уважении к представителям Федрезерва, они, конечно же, имеют вес в определении формирования общей единой позиции американского регулятора. Но стоит отметить, что если комментарии Воллера и Бомана стали причиной такого давления на курсы американского доллара, что же может произойти с американской валютой в пятницу, когда будет выступать Павел. Потому что Павел, чисто теоретически, тоже может занять позицию того, что теперь уместно еще более внимательно анализировать данные по инфляции. И при появлении еще нескольких дополнительных сигналов того, что инфляционное давление снижается, будет правильным Федрезерву отказаться от жесткоммунитарной политики. Я рассчитываю на нечто подобное. Может быть, это прям программа-максимум, которую можно выполнить. Но все-таки нужно быть оптимистом и верить в отработку какой-то фундаментальной идеи. И при таком сценарии доллар, конечно же, может оказаться под давлением. Сегодня по индексу расходов на личное потребление ожидается снижение с 2,9% до 2,7%. И вспомните, что я сказал буквально несколько минут назад. То, что это производная, по сути, инфляция. И если здесь тоже фиксируется снижение инфляционного давления, значит, можно говорить о том, что и общий показатель инфляции, скорее всего, остается на траектории снижения. Отсюда и дополнительные вводные для Федрезерва, для того, чтобы уже перестать транслировать идеи уместности продолжения жесткоммунитарной политики. Золото 2044 долларов за тройскую лунсу. Хайбел 2052. Я всех поздравляю, друзья. Мы заранее, существенно, раньше времени выполнили тоже здесь программу «Максимум». Я думаю, что 2050 – это оптимистичный сценарий. Он был бы возможен в случае выхода слабых данных по промышленному сектору АСМ и определенной риторики Павла в эту пятницу. Но вот торговая сессия с середины только начинается, и мы уже, по сути, были на этих локальных максимумах. Причины роста золота, снижение курса доллара, корреляция, я о ней уже говорил, восстановилась, снижение доходности американских облигаций. Десятилетки торгуются на уровне 4,29%, двухлетняя облигация – 4,71%. Рыночный сантимент, по сути, не меняется. 75% трейдеров сидит в продажах, и по этой причине я предлагаю уже мыслить еще более, может быть, амбициозно, и ориентироваться на прежние. Максимумы – 2,070 долларов за тройскую унцию. Если вы считаете, что достаточен уже профит, то, друзья, рынок дал отличную возможность заработать. И вам нужно решать, достаточно ли это, фиксироваться, либо все-таки, может быть, немного даже пожатничать и попробовать замахнуться на цель повыше. Пока что условия есть для того, чтобы золото росло. И, как я уже отметил, лично я попробую посидеть в этом инструменте до указанного целевого ориентира. Евро против доллара. Добрались также до целевой отметки 1,10. Спасибо Лагард, которая снова отметила, что инфляция хоть и снижается, но есть предпосылки для ее роста, прежде всего, в виде повышенных заработных плат. Это действительно так, тем более, что ранее Лагард предупреждала, что в ближайшем месяце есть риск того, что все это приведет к локальному росту инфляционного давления. По евро. Следующий целевой ориентир 1,10,50. Евро не очень активно ходит в последние торговые сессии, поэтому здесь ориентироваться на рост на несколько фигур было бы весьма промечиво. Поэтому скромные цели, скромные ожидания. 1,10,50, я думаю, что прям хорошо вкладывается в такую стратегию. Британская валюта 1,27,10. Ждем выступления Бейли. Опять же, участники рынка сейчас обсуждают идею, или, по крайней мере, работают с идеей того, что если Банк Англии подает сигналы того, что инфляция будет куда более устойчивой в Англии, чем, например, в других регионах, я имею в виду, прежде всего, рост этой инфляции, то важно сохранять процентную ставку высокую. Если сопоставлять политику Банка Англии с Фидеризером, то большинство трейдеров, аналитиков сейчас скажут, что, скорее всего, американский регулятор раньше времени начнет смягчать экономическую политику, а Банк Англии будет уже там идти прицепом, но после. И в каких-то условиях, возможно, будет незначительное конкурентное преимущество у британской валюты, что позволит пока что фунтумно расти. Цели 1,28 на ближайшей торговой сессии. По австралийцу 0,66,50. Текущие котировки ждем закрепления выше 0,67. Народничные продажи, которые разочаровали вчера, не обращайте внимания, потому что, скорее всего, их снижение является следствием того, что многие потребители решили сохранить больше средств перед Черной Пятницей и перед рождественскими распродажами. То есть это были сентябрьские цифры, точнее октябрьские цифры. Теперь нужно дождаться ноябрьских показателей, через три недели они выйдут. Я думаю, что цифры будут отличными, что станет еще одним оправданием для того, чтобы Резервный банк Австралии снова поднял процентную поставку. Рынок нефти 81,50. Ждем заседания ОПЕК и решения непосредственно по квотам и по тому, будет ли продлено сокращение по дополнительному снижению. Это будет со стороны России и Саудовской Аравии. Единственная пара, которая пока отстает от тех целевых ориентиров, которые были поставлены, это доллар иена 147,10 текущей котировки. Я пока лонг держу, потому что считаю, что Банку Японии пока слишком рады еще отказываться от мягкой экономической политики. И коррекция, опять же откат, может быть по факту выхода любого отчета из Японии. Тем более, что пара может довольно быстро вернуться в район 150. Мы это уже неоднократно видели из-за, в принципе, высокой волатильности этого инструмента в последние недели. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.